а вот нарушитель до выезжает да а вы куда хотите ехать но человек но вы куда хотите ехать где где-то парковка всего взять вы водитель все взять что парковка сказать даже расчерчен где расчерчен да то есть кто-то испортил дорожное покрытие во первых да если вы считаете это правильной частью смотрите во первых тут дорожный знак 327 работает эвакуатор а во вторых тут бордюр это тротуар вот вы здесь видите бордюр за это заезд вам дорогой проезд глазами светить я не против камеры фонарик фонарик чтобы вас видно было просто мне в глаза вы не можете немножко отвернули же чтобы умеется мощно немножко отвернуться сейчас нарушаете закон не мешаете фонариком который светит мне в глаз не ослепляет вы полицейские можете сделать им заявление чем я нарушаю закон ладно мы не будем волейцы риски можете сделать по поводу того что здесь нельзя парковаться до вы нарушаете закон а меня порядка какой за командами не слепите какой задаете мне препятствия для движения для движения куда на вот на на тротуар нет вклад вот в вашу сторону сдайте назад пожалуйста и давайте не будем не сдадите вы то сейчас вообще не зайти назад ближайшие часов пять хорошо все ребят вы не правы по закону вы мне показали знак и сюда мы а вас не учили разъебил ты законы не знаешь ты мне чё показал я что на проезжей части я тебе показал дадимил это ты по твоим же словам где где покажи мне здесь вот конкретно здесь а А еще и ты желающим укажи мне закон который не запрещает здесь парковаться вот но ПТ 1 согласен П ППД что этот знак говорит что это знак говорит что Парковка и остановка на проезжей части в данном месте запрещено правильно где здесь есть знак что здесь парковка запрещено это не проegen часть парто это тротуар согласен приручное то есть продажи Прожди то есть во дворе я тоже парковаться не могу. Почему? Там есть тротуар, а есть нет тротуара. Вот тротуар. Вот здесь нет бордюра запрещающего мне сюда заехать. На данном месте нет знака, который запрещает мне сюда повернуть. Здесь находится парковка магазина. Правильно? С чего взяли здесь парковку? А с чего вы взяли, что ее тут нет? Правила дорожного движения пункта 12.4. Радиктуйте мне, пожалуйста. Запрещено парковаться на тротуарах, пешеходных дорожках. Совершенно согласен. И так далее. Ну вот как только мне ребята позволят припарковаться, я тут же уберу машину. То есть вы согласны, что вы на парку и едете через тротуар? Это так же является и проезжей частью. Я не прав. Вот что угодно. Более того, вы еще эвакуируете машину отсюда. Нет, не эвакуируете. То есть все люди, что здесь паркуются, они все делают... Да, все. Все нарушают. Ребята, вот я сам за то, чтобы запрещать парковаться там. Я не езжу-то. Но вы занимаетесь вот реально, в данный момент вы хуйней занимаетесь. Да, говорит каждый. Потому что... Да, смотрел я ваше... Потому что вам не нравится. Своими словами, есть еще и нарушение в виде административного ареста на 15.4. Как только докажете это нарушение, сразу же... Почему вы ругаетесь матом? Почему человек... Вы готовы ответить за свои поступки? Что нам доказывать? Вы готовы ответить за свои поступки? Вы уверены? Вы хотите дальше продолжать? Подождите минуту. Понятно все. Короче, отзывы, которые пишут на вас, они действительно и правда. Держите его. Держите его. Дима провокации. В данный момент вы провоцируете. На что провоцирует М182ВМ799? Он провоцирует, чтобы вы ругали с матом? Он, он да, провоцирует. То есть я вас дебилом лысым обозвал, да? Правильно? В данный момент ты нарушаешь закон, слепя меня фонарем. Чем? Я тебе продиктовал, что я нарушаю? Чем? Какой закон? Не нравится. А мне не нравится хан. Мне можно ругаться матом, нельзя ругаться матом, а ему можно мне светить лицо фонарем? Какую статью он нарушает? За что вы говорите? Я же вам пояснил. 20.1 вы нарушаете, а он какую? И свалил. Забыл пристегнуться с, наверное, от волнения. Еще 12.6. Да, да. Соседание будет. Маленький. Соседание. А вроде такой был вежливый изначально. Да, такой вежливый был, объяснили. Здрасте. Так, мы вот у вас хотим поинтересоваться, а вот тут ДТП было. Да вы, ну, ручку-то, не надо такие жесты, вы что, фашист? Зачем вы такие жесты делаете? А где этот человек, который ударил меня бампером? Он был проверен и отпущен. Отпущен, да? А вы не привысили свои служебные полномочия? Нет, не привысили. Свет, уберите. Может быть, вы халатно отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей, выполняете их ненадлежащим образом? А проверили? Никто никого не сбивал. Не сбивал? А, вы просили всех свидетелей? Каких свидетелей? А я являлась свидетелем. Это здесь передо мной было, и я видел, что происходит. Я видел, я свидетель. Я заснимал, у меня есть видеофиксация данного права. А вот тут сотрудник ДПС сказал, что вы превысили свои служебные полномочия за эти дисциплинарные ответственности предусмотрены. Значит, вы должны были вызвать ГИБДД. А что же вы не вызвали, как пострадавших? Так вы же установили его личность. Установил личность, конечно. Данный человек был проверен. Это нормально. Нарушения общественного порядка с его стороны допущено не было. Да, я слышал, он матерился. А я не слышал. А я вам говорю. Товарищ майор, товар, вы уничтожаете, прошу вас, не бездействует, а предпринять. Я же вам по данному поводу сказал, сейчас будет участковый. Сейчас уже прошло два часа. Закрыли магазин, и сейчас прячут весь товар. Вы сейчас что будете предпринять? Как его прячут? Ну а что же, ваш представитель там не остался? Вы там, мы же вам заявление дали, чтобы вы обеспечили. Надеялся на вашего благоразумия. Я заявление принял, как положено. Товарищ грант, вы грамотнее там, я не буду вам в глаза светить. Вы не могли бы маячки включить? Мы же вам сообщали, что вы на тратуре стоите. Опаньки. Включились маячки. Хорошо выключите, хорошо выключите и привлечем. Снимайте машины, что дальше, ваши действия какие будут. Вот вы сейчас снимете машины. Вот машины стоят. Все нарушают. Мы их все сняли, мы уже в ГИБДД даже позвонили. Завтра этого водителя объявят в розыск. Вы не ромутся. Не говорите, в розыск какой-то. Ну вот, нам сотрудник полиции только что это сказал. За то, что он скрылся с места ДТП. Нет, вот я вам об этих машинах говорю. Дальше ваши действия каковы? Этих сейчас позвоним в ГИБДД еще раз эвакуировать. Эвакуация предусмотрена. Никто их не эвакуует. Если вы не соблюдаете закон, то не значит, что на тротуаре не может быть знака стоянка запрещена. Ты не разговариваешь, ты с неграмотным сотрудниками. Вот по-вашему, товарищ майор, пешеходы прыгают с тротуара на дорогу, что ли? Для чего заезды сюда сделаны? Где заезды? Вот заезд. Там заезд. Для коммунальных служб. Там заезд. Пешеходный переход в переходе так спонимается. Чтобы мамы с колясками не прыгали, бордюр. Вот он подойдет тротуар. Вот так вот. По нему нельзя ни ездить, ни стоять. Вы не понимаете, что ли? Я понимаю. Товарищ майор, а вы этого таксиста на каком основании проверили? В смысле, на каком основании? Ну, вы говорите, вы его проверили? А он не нарушал, я сказал. Учетом не значит, что ли он в розыгры. А зачем вы оформили? Зачем вы его проверяли? ДТП не было никакого. Зачем наехали? Начала ехать. О, ДТП. Зачем вы его оформляли? Я его не оформлял. Ну, проверяли. На каком основании? Просто я ему объяснил, на каком основании я его проверял. Вы его проверили для чего? Я же вам сказал, человек меня ударил бампером на тротуаре. Примите меры. А я видел, как вы ногой ударили бампер его. А-а-а. Вот оно как. Сержант. А он вам денег дал? Учитесь, как надо фальсифицировать дела. Он вам денег дал. Поэтому вопросов нет никаких. Дай пять гривен. Он нам денег дал? Да. Вы это зафиксировали? Нет. Это слова. Товарищ майор, а зачем вы отпустили человека, который нарушил? Вы же видели, что он ударил меня на тротуаре. Я видел, что вы ногой. Я ногой, да? Бампером ногой. Конечно. Вроде одет. Он сигналил, когда я стоял. А зачем? Вы видели, что он едет. Товарищ майор, он сигналил? Он видел, что вы... Вы видели, что он едет. Да. Вы специально спровоцировали в это дело. Я специально встал на тротуар, чтобы он не проехал. Спортсмен? В спортзал идите. Предотвратил. Замерзли. Он пресекал правонарушение. То, чего не делали вы. Я специально встал. Вы глупо выглядите, на самом деле. Глупо выглядите вы. Но вы вот фашистский жест какой-то делаете нам. Вы фаналь свой выключите. Да вот мягкий фаналь. И тогда я уберу руку. Пошли бы вы в полицию работать. Да мы там и работаем. Да я бы пошел. Ну просто я смотрю, кто там работает. Или вас не берут. Ну что, ха-ха-ха. Вы в армии служили? Так, конечно. Майор, скажу секрет. Нас не берут, потому что у нас есть образование. И мы не быдло. Вот этого нас не берут. Совесть. А им кто нужен? Им нужен кто-то, кто... Кому, кому, кому. Начальству. Скажет майору. К какому начальству? Фас, а ты как собака пойдешь людей разговорить. К какому начальству? Вашему начальству. К какому моему начальству? К полковнику, генералу твоему. А как вы их сейчас только что называли моих начальников? Начальству? Или кто им нужен? Быдло им нужно. А? Быдло. Который не знает законы. Вот. Ты почему законы не знаешь? А вы знаете. Конечно. Я знаю, я знаю, вот статью пятую, пункт пятый ты должен приставиться. Штвертый, допустим, в Молдавии. И Молдавию знаю, и Россию знаю. Ну расскажите, если знаете. Ты меня, кстати, за регистрацию будешь штрафовать или нет? Сейчас участковый придет. А сейчас сразу у себя в отдел поедет. Ты сказал. Возможно, меня будет сержант задерживать. Начнешь читать, учить. Вот сидишь бездельничаешь, смотришь там. Бездельничать вы хотите. Возьми закон, почитай. Либо работать лучше. А вы работаете? Где вы работаете? Много заработали? Может, служите, а не работаете? Служите. И у вас зарплаты нет, у вас денежное содержание. Напоминаю вам, содержание. Вас народ содержит, а вы так себя ведете. Не, не гражданина Молдавии. Это точно. Для особо одаренных и глупых показываю еще один паспорт. А, мне не показывали паспорт. Вы мне показали какой? Паспорт гражданин Молдавии. Вот тебе еще российский Молдавии. Я не вижу, что там написано. Ну, потому что ты слепой, наверное. Как ты прошел службу? Как ты прошел службу? Как ты службу прошел? До моих лет доживете? Да не дай бог, до твоих лет. А что ты мозгов-то набрал, если столько лет? А вы набрали, наверное. Я набрал. Набрали, мало ли. А вы не в полиции. А, очень плохо. Вы только можете... Ну, денежное довольствие, да. У вас там есть, вы пошли с преступностью бороться. А я с чем борюсь? С чем борюсь? Это как называется, когда детей травят? Это блогерство называется. А, когда детей травят, это блогерство, да? Ты реально неизлечимый, я тебе серьезно говорю. Если ты свое держишь, вот трындышь и трындышь, трындышь и трындышь, я тебе говорю, что мы приехали по жалобам, а то, чтобы детей травят. Я согласен, я вам, по-моему, объяснил русским языком. Сейчас придет участковый, сейчас он этим будет заниматься. А ты почему не обеспечиваешь? Да я не могу, это частная собственность в магазине. Вот ты глупый, на самом деле, если ты так говоришь. Там преступление не совершено. А что там совершено? Это продажа просрочки. А кто установил, что там преступление? Полицейский, задержите человека, ругался матом 20.1. Указываем вам на лицо, совершив все правонарушения. Полицейский, вот, задержите. Оскорбительно приставал гражданам. Ко мне, а к нему. Я только что с вами стою разговаривать, вам никто не представляет. Что вы стоите придумываете? Покажи мне, да. Хорошо, все. Вернулся, да. Да, вот, теперь я снимаю тоже телефон. Как нравится? Очень нравится. Ну, вам сказали, что здесь можно стоять или нет? А, конечно. Я просто сейчас принесу лопату ради вас. Я вот здесь снег чищу, покажу вам разметку, которая здесь нанесена. Да, и что будет? Должны привлечь того, кто нанес. То есть того, кто нанес, должны привлечь. Конечно. 30 тысяч штраф за это предусмотрено. То есть сотрудники дорожной инспекции... Хочешь сыграть, да? Нет, вы ошибаетесь. Не хочешь, а хотите. Хочешь. А, хочешь. Хочешь. Это не сотрудники дорожной инспекции. Хорошо. Да, ты засунешь себе конфеты и цветы. Себе засуну? Да, думаю, да. Себе засуну? Да, куда ты их засуешь? А почему засуну? Ну, мне кажется, вот... Я тебе хочу благодарить конфетами и цветами. Мое благоуспособление, то, что паркуется на территории, и еще оскорбляют и орут матом на улице только педики. Вот мое глубокое убеждение, что так делают только педики. Вот реально. И что ты можешь сделать с конфетами и цветами после этого? Ну, реально. Ну, где по-человечески объяснили... Мне обучается, что... Ребят, я вам тоже пришел... Здесь есть разметка. Разметка не дает права... Я не с головой-то взял. Давайте я основываю еще правила. Разметка не дает права парковаться. Должен быть знак. Дайте без эмоций. Вы скажите, вот в этом месте где может идти пешеход? О, ширина дороги. А зачем вы ездите там, где можете... Так я же не... В смысле? Вот парковка. Нанесен на разметку. А каким образом вы туда попадете? Через тротуар? Да. Так запрещено же двигаться. Ребят, вот остановка. Я согласен, там нельзя двигаться. Вот здесь есть подъезд, который... Ну, я еду пешеход, я еду по проезжей части, либо по тротуару. Пропустил пешехода и поставил машину на парковку. Нельзя по тротуару двигаться. Вы же правила сдавали. Ну, тогда можно сказать, что любая парковка является тротуаром. Нет, нет, нет. Любая. Если бы только был знак, а способ постановки. Это одно дело. А другое дело... Хорошо, объясните мне тогда вот такую вещь. Вот здесь вот стоянка была. Вот ее снесли две недели, три назад. Дмитрий. Дмитрий, есть знак 6.4 парковки? Обезможенный где? Хорошо, какой знак запрещает здесь парковаться? Вы тут живете? Да, я тут живу. Смотрите. Для того, чтобы у вас тут была парковка, нужно написать заявление в управу, чтобы вам сделали знак способом постановки. Тут тротуар широкий, тут возможно парковка. Ну, возможно... Физически. Да, физически. Вот здесь вот. Но, понимаете, вот, ребята, если бы вы сказали... Уважаемые, здесь нет знака, мы согласны, что здесь... Мы так и сказали. Нет, вы не так сказали. Человек встал и смотрит на меня, а я не отойду. И как вы считаете, какова должна быть моя реакция? Спокойно. Я в Кузьминках живу, здесь быдлятино, на каждом шагу. Спокойно? Мы видим. Если я в 12 часов, блядь, передо мной стоит какой-то мужик перед моим капотом, не хочешь тут ходить, чаще всего приводит это к удару по голове. Ну, не знаю. Ну, как видишь, как видишь... У себя я чувствую себя не так. Вместо того, чтобы сказать, уважаемый, давайте обсудим, здесь парковка запрещена, он стоит на меня и смотрит. Моя какая-то должна быть реакция. В 12 ночи на меня стоит, смотрит мужик. Когда я совершенно адекватный человек, трезвый, за руку... Может быть, все что угодно. Вы задумались, чтобы сделать что-то не так? Правильно? Задумались? Нет. Я задумался, что человек явно что-то не в адеквате, раз стоит посреди проезжей части. Так проезжий или тротуар? Только что вы говорите о тротуаре. Главное, мало того, я подождал, думаю, наверное, отойдет. Я же не сразу вышел и спросил. Я подождал, было такое? Сколько? Я сразу вышел. Ну, вот. Думаю, ну, может, не видит, может, не слышит, может, пьяный. В ответ на это я не получил внятного разнесения. Только после того, как я спросил, какого, извините. Может, вы отойдете? Смотрите, все просто. Вот там, видите, переходный переход. Вот люди, ну, как по вашей войке, да, переходят в тротуаре на дорогу. Ребят, и вот люди... Понимаете, когда... Вот смотрите. Когда вы... Я не знаю, вы... Подожди, Ром, это стандартные отмазки. Когда вы занимаетесь тем, что в центре третий ряд убираете, когда они реально мешают проезду. Я полностью согласен. Вы сейчас пытаетесь... Вы сейчас не наше государство пытаетесь воспитать, и не наших водителей в основном. Вы сейчас... Что? Вы сейчас сказали, что если мы делаем запрос, и нам доказывают, что здесь тротуар, здесь стоянка запрещена, то он потом на камеру извинился. Я извинился, да. А, что я был неправ. Я бы даже не был против, если бы... Я вот тут машина во вскоговорах паркуется на тротуарах. Я бы даже слова не сказал, если бы мне сказали, уберите машину. Я знаю, что я не прав в этом случае. Но с учетом пятиэтажа здесь больше физически негде парковаться. У вас просто эмоции... Да, конечно, эмоции. Когда я знаю, что здесь размечено парку... Здесь, да. Я не хочу здесь ездить. Понимаете, я же вам не помешаю, проехав здесь. Нет, но по закону это же правило есть. По тротуару двигаться. Смотрите, есть такой закон вот в каком-то городе. В Москве это в Питере, по-моему. Которые сделали размер. Да, точно. Кстати, в Дикси мы тут... Возможно, это Дикси сделали. Смотрите. Мы тут нашли сейчас просрочки, блин, наверное, тысяч на 20. Вот тут. В том числе и детское питание. Просрочено детское питание. Представьте, рыба почти вся. Детское питание, представляете? Детское питание просрочено. Вот по этому поводу тут вот эти вот, да, стоят. Вот майор вообще бездельный какой-то. Мы этим согласен полностью. Вы был... Вот смотри, хорошо. Вы активисты. Вот здесь строят два дома. Мы не активисты. Ну, неважно. Вот вы этим занимаетесь. А кто вы? Ну, не за деньги, не за это получать. Работа это ваша, не знаю. Это журналист. Это журналист. Посмотрите, два дома здесь строятся. На 160 квартир. Вот как вы думаете, где здесь будет парковка? А почему не протестуют? Зачем строят? В смысле, зачем строят? Люди переехать хотят. Ну, где? Ну, у вас вот перед домом построят еще один дом. Ну, вот вы же не рады будете, правильно? Нас несут и туда переселят. Это реновация? Вот мой дом. Реновация? Да. Вы понимаете, да, что при строительстве жилья никто не закладывает парковочных мест. А почему проводились публичные слушания, на которые вас никто не позвал, а вы, соответственно, с этим смирились и все это происходит? Я был на собрании в этом, не знаю, публичные слушания или что это. Вы поймите, когда людям предлагают вариант, вы переселяетесь, либо мы еще лет на пять зависает проектирование вот этого жилого объекта, да, из-за того, что мы не можем обеспечить вас парковочными местами, как вы думаете, что выберет народ? Выйти на улицы. Да боже вас упаси, вы в каком доме живете? Вы с Москвы? Конечно. Так вы думаете, что прожившись от первого года, вот люди вот в этих домах, они согласятся? Да им плевать на эту парковку. Знаете, как русский авось? Построят, там разберемся. Да. Вот поэтому и у нас вот все это. Неправильно опять же. Если все вот эти вот люди вместо того, чтобы нарушать, займутся тем, чтобы обеспечить парковку, они добьются парковки всем вместе, рано или поздно. У них появится опыт, опыт от властей что-то требует. И они пойдут дальше, добьются себе парковки в новом доме, например, да, и так далее. И так народ будет образовываться. Если один человек, а если сто, это уже другое. Конечно. Ребята, здесь парковка, ну где здесь добиться? Вы хотите, чтобы люди добились, чтобы здесь эта парковка стала официальной? Вот вы за, вот мне 34 года, я здесь все 34 года прожил. Первый раз вы сюда вошли. Воу. Журналисты, я не знаю кто, активисты, неважно. Первый раз. И в следующий раз вы вообще, скорее всего, сюда не придете, потому что дома эти снесут, и магазин этот снесут. Все это посносит. И ради того, чтобы один раз за 34 года сюда пришли активисты, вы думаете, люди будут собираться и требовать, чтобы здесь? Вам тут жить. Мы же тут не живем, понимаете? Вам тут жить. Мы действительно приходим и уходим. Так, ну что, друзья, это был Дикси на улице Юных Ленинцев, дом 101. У нас была вот такая компания честная. Майор у нас был. Подписывайтесь, короче, на канал, поставьте этому видео лайк, распространите это видео в соцсетях, нажимайте на колокольчик. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Ссылки будут в описании под этим видео. Все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права.